Почему собака роет ямы во дворе, что делать? Нередко поведение четвероногого друга вызывает массу вопросов. И если охота за собственным хвостом или взгляд в стену приводит лишь в недоумение, то отрытья земли страдают газон, цветы и другие насаждения. На то, почему собака роет ямы во дворе, существует множество причин, определить которые необходимо, чтобы решить проблему. Причины, по которым собака копает землю. Копание земли для собаки, процесс привычный и естественный, совершать его животное может по многим причинам. Вот только хозяевам редко когда такое поведение приходится по душе. А чтобы искоренить эту вредную привычку, необходимо понять, почему собака это делает. Собака роет ему, скука. Когда хозяева уходят на работу, питомцы могут выражать беспокойство от разлуки. Рытье земли становится для них интересным и занимательным времяпрепровождением, помогающим забыть об утомительном ожидании хозяев. Отучить от этого процесса помогут интересные игрушки или специальные игры-головоломки, позволяющие задействовать умственную активность животного. К сведению, зима – не повод забыть о своей собаке, живущей на улице. Недостаток общения с хозяином может привести к ухудшению ее поведения. Охотничий инстинкт. Для многих охотничьих пород копаться в земле заложено на уровне инстинкта, это важно учитывать при выборе питомца. Их лапы снабжены крепкими подушечками и мощными когтями, чтобы во время процесса не получить травм, а тонкий нюх способен улавливать добычу под землей. Даже маленький щенок способен часами проводить раскопки, что не понравится хозяину. На первое место по копанию земли ставят терьеров. Они выводились с целью охоты не только на наземных, но и подземных зверьков. Однако не все терьеры имеют страсть к раскопкам. Особенно грешат этой привычкой бордеры, норвичи, йорки и другие представители, имеющие короткие лапы. В большинстве случаев это небольшие декоративные собачки, вред от которых может достигать крупных масштабов. Рытье как охотничий инстинкт. Почетное второе место занимают таксы, которые являются отличными норвными охотниками. Сейчас их все чаще выбирают в качестве любимцев, однако их инстинкты сохраняются на подсознательном уровне. Поэтому стоит быть готовым, если такса будет пытаться выкопать ему в диване или рыть садовый участок. Потребности организма. Четвероногие друзья относятся к хищникам, основным рационом которых являются субпродукты, мясо и другие белковые продукты животного происхождения. Но, несмотря на это, в их организм должна поступать и клетчатка, которой так богата растительная пища. Важно, если собака роет землю, а затем поедает добытые в процессе корения или растения, необходимо ввести в ее рацион продукты, содержащие клетчатку. Недостаток физической активности. Всем породам собак, пастушьям, ездовым, охранным и декоративным, нужны физические нагрузки. Если животному их не хватает, он может свою физическую активность направлять в другое русло, которое редко устраивает хозяев. Что делать, если собака копает землю? В первую очередь вспомнить, когда в последний питомец был на тренировочной площадке, охоте или длительной прогулки. Если это было давно, стоит начать вовлекать животное в активное время препровождения. Стремление запастись на черный день. Независимо от того, нуждается собака в пище или нет, она может на подсознательном уровне прикапывать еду на черный день. Такие животные, неся кость в зубах, бегают по всей территории в поисках укромного места, а найдя его, вырывают яму и прячут в нее свои запасы. И если одни на этом останавливаются, то другие могут каждый час бегать проверять сохранность закопанной еды. Собаки зарывают кости на черный день. Желание устроить лежбище, если собака роет яму, а затем в нее же ложится, скорее всего, она, устраивает таким способом себе лежбище. Испытывая жару, пес снимает верхний слой почвы, подбираясь к нижнему более прохладному. Обратите внимание, особенно актуален этот процесс для жаркого лета. Таким способом животное ищет себе прохладное место. Когда причина поведения выявлена, можно постелить животному в тени влажную ткань или поставить неглубокую емкость с водой. При наличии альтернативного способа охлаждения питомец с большей вероятностью перестанет рыть землю. Привлекательные запахи. Одной из причин рытья огорода могут служить вносимые ранее удобрения на основе кровяной или костной муки. Если человеку их запах вызывает чувство отвращения, то собакам он привлекателен. Они долгое время могут рыть огород в поисках ароматного лакомства. Попытка побега. Нередко выкапывать ямы возле забора собаки могут с целью побега. Движет ими в это время инстинкт размножения. Если кобель почувствовал течную суку, даже высокий забор может его не остановить. В таких случаях для решения проблемы рекомендуется найти ему пару или же, если животное не представляет ценности для породы, кастрировать. Рытье как способ убежать. Появление потомства. Беременные суки, если подходят срок к родам, могут усиленно рыть землю. Таким способом они создают себе логово для выращивания будущего потомства. Чтобы предупредить такое развитие событий, хозяевам рекомендуется подготовить комфортную и просторную будку для собаки. Почему так важно выявить причину? Если взрослая собака или щенок копает землю, не стоит это принимать на свой счет и расценивать как вредительство. В большинстве случаев животные это проделывают на подсознательном уровне. Ведь прямые предки, волки, так спасаются от жары, ищут пищу, готовятся к потомству. Волк роет землю, природа природой, но такое поведение наносит вред земельному участку, поэтому важно выявить истинную причину и предпринять. Попытки корректировки поведения. 11 методов отучить собаку копать ямы во дворе, что необходимо предпринять. Обучение собаке элементарным командам, фу, место, нельзя. Когда она начнет рыть землю, следует окликнуть животное и произнести команду фу, или нельзя. Через несколько таких повторений у животного закрепиться на подсознание, что рытье земли под запретом. Пса можно ругать только в момент, рытья или сразу после шалости. Если с того момента прошло более часа, собака попросту не поймет, почему разгневался хозяин. Уделять внимание животному. Многие собаководы ошибочно полагают, что при наличии земельного участка нет необходимости дополнительно играть с собакой, выводить ее на улицу. Даже если пес живет за городом, ему необходимы регулярные прогулки вне дома, в парках, тренировочных площадках, с другими собаками. Во время отсутствия хозяина псу необходимо предоставить достаточное количество игрушек. В некоторых случаях скучающее животное. Можно отучить от рытья ям покупкой ему друга. Две играющие собаки будут носиться по участку, забыв о прежнем досуге. Собаки копают ямы во дворе. Если собака роет землю и поедает корешки растений, простым решением станет введение в рацион кабачков, тыквы, моркови и других овощей, богатых клетчаткой. Если рытье, ям связано с природными инстинктами, можно выделить для животного небольшой участок двора, где это будет разрешено. Когда пес начнет в этом месте рыть землю, следует его похвалить и поощрить. Со временем он поймет и узнает границы дозволенного. Отучать собаку рыть ямы можно воздушным шариком. Так в предварительно приготовленную неглубокую яму укладывается кость, а сверху нее надутый шарик. Все это закапывается небольшим количеством земли. Когда пес, учуяв запах мяса, будет рыть землю, он зацепит шар. Тот лопнет, издав достаточно громкий звук, что испугает животное и отучит заниматься рытьем. Нередко у питомца есть несколько особенно, любимых мест на участке для рытья. В них можно установить автоматические разбрызгиватели воды, которые будут отпугивать пса. Кардинальными способами устранения проблемы, являются бетонирование участка, укладка плитки. Они подходят в том случае, если не планируется использовать землю под сад или огород. Одним из эффективных способов решить проблему, зарыть в излюбленных для собаки местах ткань, пропитанную аммиаком, керосином и другим веществом с неприятным запахом. Обратите внимание, можно уже в выкопанную яму насыпать черный или красный перец. Приметы и суеверия. Собака многие века находилась рядом с человеком, поэтому с ее поведением связаны приметы и поверия. Так если пес вырыл яму и лег в нее, в семье кто-то заболеет. Чтобы этого не случилось, животное задабривали и впускали в дом лишь с чистыми лапами. Рытье ям по всему двору означало, что пес жаждет сбежать, чтобы удержать его, хозяину рекомендовалось взять из шеи клок шерсти. К сведению, некоторые народы считали, что вырытая яма у будки сулит смерть одному из домочадцев, а беде также сулит и яма, которую пес вырыл возле хозяйского дома. Чтобы избежать таких неприятностей, люди старались задобрить собак и относились к ним с особым трепетом. Найти причину рытья – первый шаг на пути к решению проблемы. В современном мире мало кто верит в приметы, зачастую хозяин ищет реальную причину и задается вопросом, что делать, если собака роет ямы во дворе. А найдя ответ, вполне реально скорректировать поведение и жить в гармонии со своим четырехлопым другом.